ну смотри класс всем здравствуйте доброе утро всех с праздником с великим с днем победы короче мы решили сегодня взяли даже фотки чтобы под своих родных почтить таким образом пистам начинай короче рассказывай что у тебя показывая короче на самом деле вот смотрите ты мой прадед форме правда единственный кто сидит потом дед где-то у меня был на каторге этот дед да на каторге был потом баба тоже была на каторге получается где-то там новогодном каком-то этом был в плену у меня прадед дошел до берлина короче и был то есть освобождал берлин вот и я то есть за это ему спасибо потому что не было бы его не было меня по большому счету если бы не выжил да согласно этому поколению большое спасибо поклон им низкий до земли так как бы если бы не выжили они то не было бы нас просто вообще интерна да поэтому даже исходя из этого понятно что воевали там и приказы исполняли это не всегда была своя воля кто-то хотел воевать кто-то не хотел как и сейчас выбирать не приходилось выбирать да не приходится в таком случае тем более в той войне это пострашнее было чем сейчас этот конфликте а не будем шапками до шапками закидывали я тоже хочу показать деда у меня тоже дед геройский был и в концлагере вот это даже по ходу похож ну да я не нашел свой ход окно все равно это он чтоб не говорим это он ко мне приезжал это я с ним на длительную свиданку тоже в концлагере сидел его и после этого освободили его воевал тоже я так понимаю по ходу после концлагеря это был штрафбат то ли он не рассказывал ну короче прошел войну был ранен в германии в госпитале лежал кровью смыла даже есть за него там в газете писали мне даже газета где-то дома есть потому как пришла похоронка на него на его брата короче на всех родных матери но якобы писали вот этот случай описывали похоронку прислали он потом все таки вернулся самом деле раньше хотел бы помним чтим уважаем это самое главное это подвиг как ни крути мы очень сильно уважаем у нас тоже все родственники наши помнят тоже и скорбят и этот праздник для нас на самом деле праздник так как мы дети еще советского союза как тоже не крути мы все разделилась сделаны в ссср да мы помним все эти праздники все эти парады у меня здесь на ленинградской площади до парка победы всегда перекрывали на 9 мая движение всегда шел парад я с детства там с этими цветами дарили цветы ветеранам как обычно общались с ними тут в парке победы варили кашу солдатскую сейчас этого всего нету извини братан перебью тебя это конечно тоже прискорбно так что поменялось вообще непонятно вообще да не ясно мы лично ну я не могу это принять по нормальному так как победа как была победой таки остается победой как бы там ни крути какое там правительство какое бы отношение к советскому союзу и тому подобное но мы это война это все равно часть нашей истории во первых на еще это праздник не правительство и праздник допустим не являетесь людей которые там часы рулят не это можно сказать праздник тех ветеранов которые остались их осталось не так много я думаю еще просто с уважением можно к ним относиться они блять позволять себе то что вот мне мама рассказала я этого не видел конечно в днепре вот короче вчера пошли вложить короче там цветы эти ветераны знаешь что сделали закидали кишками потрохами их ты представляешь понятно это провокаторы проплаченные штимпы у них в голове сечка это понятно но тем не менее блин да просто даже из-за того что это старый человек реально то есть как можно на него выливать какую-то грязь вообще ты прикинь тебе за бабки братан да им тоже самое я я я уверен что этим людям вернется это сторицей поверь это блин справедливо жизнь ты мы как никто это знаем блин мы много горя приносили и нам возвращалась бумерангом развраточка такая давала в житухе что просто бывает вдвое больше даже если честно она как обычно я же говорю сторицей вернется в сто раз больше поэтому блин пусть конечно это прискорбно очень сильно откуда они взялись вот эти штимпы вот как вот где вот просто вот вот и вот в реально где ты взялся вот реально я родила мама маму твой кто-то родил тоже там бабушку тоже кто-то родила этот кто-то он также сама воевал также сам не прошел войну прожил это все знает видел своими глазами это не сидеть в окопе как я считаю там это это реально тебя сзади стреляют и ты должен идти вперед все равно хочет или не хочешь это понять любая война это страх любая ну блин ну это и не праздник коммунизма какого-то ночью взяли что-то вообще пророссийская коммунисты пидорасы на начало процентов я блядь ну то есть не то что я там и не зато это вообще это твоя политическая точка зрения кто как к этому относятся к нежу это мое мнение да коммунисты там мы тебе не нравятся кому-то но это вообще коммунизм просто в то время был коммунизм когда была война вот и все и победители никогда не судят вообще естественно победили поэтому они рассказывают как было плохо блядь там а как блядь было хорошо там это короче даже исходя из того что просто оббросали там как-то лишь под руками это просто старых людей короче это мусора блядь комары сука наркоманы пидорасы а доктора блядь адвокаты и электрики список пополняют пополняются постоянно ну короче эти мрази найдут свое по-любому блин как не крути которые просто людей которые там хотят чтить своих родных погибших много у кого погибло в этой войне так столько погибло я думаю каждого в семье у каждого в семье на какой другой войне столько не погибло сколько погибло на этой войне на второй мировой да по-любому в каждой семье есть погибшие то ли от фашиста то ли от голода то ли еще чего то ну неважно но все равно война там коснулась каждого и но это безмозглые овцы которые так делают они просто не понимают что они делают делают явно ради денег это вандалы вандалы уже есть такие штимпы еще на кладбище там блядь это тоже я даже видел вот эти ну там если примеряются там вот эти ветераны между собой которые воевали по разную сторону но допустим львовские воевали на стороне немцев допустим киев ну эти более севернее так они с пониманием я видел они ну то есть общаются там и все обнимаются если они уже примеряются то шо вы там сука головы блять рыбья сука на змеиных шеях блять короче это конечно возмущает но ничего не поделаешь ну вот таким образом идем в этот в парк да мы сейчас пойдем в парк погуляем еще уже поздравить рано поздравим до ветерана пообщаемся с кем-то по-любому тем не менее всем с праздником победы с праздником вас нашел наши деды и наши прадеды победили в той битве так как бы наверное было бы хуже если бы они проиграли сто процентов было бы хуже так как они победили мы есть сейчас потомки победителей да мы потомки мы этим родимся дай будем гордиться до талого и детей своих воспитывать то точно так же чтобы чтили памяти этих воинах и которых которые победили наш не кажется если помнить оба в обвоне о войне то ее можно не повторить если забыть о ней то блять может повториться еще раз никогда не забывать о том что было короче да опять же всех с праздником всех короче обнимаем всем добра да не не будьте не будьте блин гандонами блин относитесь правильно помните свои корни не забывайте кто вы от кого вы пошли от кого вы родились согласен обнимаем пока